Мы поняли примерно, что такое машина Тюринга Мы к ней вернемся Теперь давайте подумаем, почему мы вообще пришли к этой теме Почему мы говорим о сложностях алгоритмов Как вы знаете, компьютеры — это довольно быстрые машины Они могут считать какие-то бешеные вычисления Производить бешеные вычисления, умножать гигантские числа И делать это настолько быстро, насколько никакому человеку не снилось Но как только люди стали думать об этом, даже до появления компьютеров Как выяснилось, например, Бебиджа и даже до него Люди стали задумываться Ну, допустим, у нас есть машина, которая может решать задачи Означает ли это, что все? Теперь только дело за прогрессом И каждая следующая машина будет решать все больше и больше задач Все быстрее и быстрее И в какой-то момент мы перейдем к такой точке в истории Когда все задачи будут решаться так же быстро Как и сегодня решаются какие-нибудь простые задачи вроде умножения И как оказалось, скорее всего, нет Скорее всего, задачи не будут решаться моментально быстро Независимо от своей сложности Оказалось, что задачи бывают разные фундаментально Они могут быть изначально простые или изначально сложные И что это значит? Давайте поговорим о простоте и сложности еще раз Я помню, мы говорили об этом в первой лекции Но сейчас более формальный разговор об этом Вот самый фундаментальный вопрос в информатике Если решение проблемы можно быстро проверить Означает ли это, что саму проблему можно так же быстро решить? И тут нужно, естественно, пояснить, что означает быстро, что означает проверить и так далее Представьте себе, что у вас есть какая-то задача Возьмем, например, какую-нибудь сортировку И у вас есть решение этой задачи Точнее, нет, давайте не сортировку, давайте что-нибудь намного проще Давайте умножение двух чисел Вот у вас есть два числа, вам нужно найти их произведение И если я вам дам ответ Насколько будет просто проверить это И в данном случае это довольно просто Если я вам дам ответ и скажу Вот это число является произведением тех двух чисел Проверить этот ответ очень легко Нужно сделать произведение Нужно умножить эти два числа И сравнить мой результат и тот результат, что получился у вас Если задача обладает таким свойством, что ее решение Если оно дано, легко проверить на корректность Означает ли это, что найти это решение тоже можно быстро? Быстро Это понятие, которое мы здесь вводим просто для простоты Просто быстро для простоты Быстрое решение означает, что решение этой задачи Можно выполнить за полиномиальное время На детерминированной машине Тюринга И все, что мы изучали до этого Все медленные и быстрые алгоритмы сортировки Поиска и так далее Все это были задачи этого класса Класса P И P это означает полиномиал Полиномиал тайм Это значит, что если мы будем выражать Сложность этой задачи в нашей О-нотации То функция в этой О-нотации будет полиномом То есть в худшем случае это будет n в степени k И k это какая-то константа И все, что мы видели до этого O1, O log n, n log n, n, n в квадрате, n в кубе n в любой статической степени Это полиномиальное время И это мы считаем быстрым алгоритмом Это мы считаем легкой задачей и быстрым алгоритмом Давайте теперь посмотрим на задачи иного класса Вспомним графы Вспомним эти конструкции, состоящие из вершин В данном случае кружочков И ребер, линии, которые соединяют эти кружочки Как вы помните, графы можно использовать Для моделирования разных конструкций И представьте себе, что граф используется Для моделирования, скажем, знакомств Пусть каждая точка или каждая вершина в этом графе Это какой-то человек И если между двумя вершинами есть ребро Если их соединяет линия Это означает, что они знакомы Например, вот эти два человека знакомы И я имею в виду именно одна линия напрямую Вот этот человек и этот человек не знакомы Но они знакомы через одного Помните вот эта задача про рукопожатие? Теперь вопрос Из этого графа нам нужно найти Максимальную по количеству группу людей В которой все друг друга знают Не через кого-то, а прямо напрямую И эта задача обычно называется ClickProgram Тот полный подграф, в котором все точки соединены Называются клик Задача найти клик с самым большим количеством И вот, допустим, я нашел клик из четырех точек У нас есть четыре вершины И все они соединены Все люди здесь знают друг друга Возможно, получится найти клик с большим количеством точек Но вот, как оказывается, эта проблема очень сложная И за полиномиальное время, как мы привыкли до этого Эту задачу не решить В данной картинке, ну, можно даже просто посидеть И с ручкой, с бумажкой найти решение Естественно, нас не интересуют задачи на таком простом уровне Нас интересует то, как задачи вырастают в сложности И представьте себе, с какими задачами сталкивается Фейсбук У Фейсбука есть задача находить эти связи между людьми И использовать как-то факт дружбы между людьми И вот это граф, показывающий пользователей Фейсбука И все эти линии, которые здесь миллиарды на самом деле Означают их дружбу, означают, что они между собой дружат И представьте себе, насколько вырастает сложность подобной задачи Когда у нас миллионы или миллиарды точек в этом графе Давайте посмотрим на другую проблему То, что касается графов, очень часто относится к сложным проблемам Графы из-за своих свойств оказываются источником многих сложных проблем И давайте посмотрим на другой пример, который поначалу сложным совсем не кажется Задача — провести факторизацию числа То есть найти множители, из которых это число состоит Например, число 27 — это какие-то два разных числа, умноженные друг на друга И мы знаем, что 27 можно решить просто перебрав Потому что это маленькое число, мы можем просто помнить Из, не знаю, таблицы умножения В целом это кажется очень простой задачей Если число увеличивается, то задача, конечно же, тоже усложняется Но насколько она усложняется? И когда дело касается факторизации, задача усложняется очень-очень сильно В криптографии очень важной идеей является факторизация Потому что тот факт, что это очень сложная задача Используется для того, чтобы делать очень хорошо защищенные шифры И вот если нам нужно будет найти два числа, которые при умножении дают вот такое гигантское число А что еще сложнее, что часто нужно именно в криптографии найти два простых числа Которые при умножении дают это гигантское число Задача эта становится очень-очень сложной И если мы также начнем перебирать все возможные варианты Как мы это могли сделать с 27 и уложиться в несколько секунд или минут Тут нам понадобится какое-то немеренное астрономическое число миллионов лет И никакие компьютеры, которые мы сейчас имеем, не способны это сделать Точнее, способны, но это займет какое-то невероятное количество лет Однако, что в этой проблеме с кликом Что в этой проблеме с факторизацией Если у нас есть ответ Например, здесь нам дали x, y И нам нужно проверить, правильный ли это ответ То сделать это довольно просто Потому что умножение, независимо от того, насколько это большие числа Это простая проблема Умножение — это простая задача Ее можно решить за полиномиальное время Независимо от того, насколько это большие числа Если нам здесь дадут x и y И скажут, ну, проверь, является ли этот x и этот y решением этой задачи То мы сможем это сделать очень быстро И то же самое с кликом Если нам дадут вот этот клик Скажут, что кликом самым большим в этом графе является Является подграф с такими-то вершинами, с такими-то ребрами Мы его найдем, вот так вот отметим или проверим как-то Это можно будет сделать очень быстро Это можно будет сделать за полиномиальное время Проверить задачу легко Но решить задачу, найти это решение сложно И в этом суть второго класса проблем NP-класс В нем проверку можно сделать за полиномиальное время На той же привычной нам детерминированной машине Тюринга Решение за полиномиальное время на такой машине Или на таком компьютере найти нельзя Во всяком случае, у нас пока нет способа это сделать Мы не знаем, как это сделать Однако мы можем также быстро найти решение за полиномиальное время На недетерминированной машине Тюринга И почему? Ну, здесь с фракторизацией и с этим кликом Я постоянно говорил, что у нас есть один способ Это перебор Нам нужно перебрать все варианты Что здесь с 27, что с этим гигантским числом Просто попробовать все возможные варианты И проблема в том, что их очень много Их количество растет очень сильно с увеличением этого числа Однако, если у нас есть эта недетерминированная машина Тюринга То у нас есть бесконечная параллелизация Это значит, что если у нас есть какое-то огромное количество вариантов То мы можем прогнать их все одновременно На этом огромном количестве параллельных потоков В недетерминированной машине Тюринга В этом и есть проблема медленности решения таких задач Такие задачи сводятся к тупому перебору К поиску в огромном-огромном множестве Такой подход называется brute force Грубая сила Это самый тупой подход И в таких задачах это единственное знакомое нам, известное нам решение Естественно, полный, абсолютный перебор Это совсем неэффективно И что в задаче с графами, что в задаче с фарактеризацией Есть способы как-то уменьшить это количество Есть техники для уменьшения общего количества Но это все еще brute force Это все еще перебор всех вариантов, которые мы считаем важными И мне очень понравилась аналогия одного профессора из MIT Майкла Сипсак, по-моему, так я правильно произнес его фамилию На самом деле аналогия не его, но мне понравилось, как он ее представил Задача поиска в таком огромном количестве возможных вариантов Очень похожа на задачу поиска иголки в стоге сена Единственный вариант это сидеть и перебирать все эти соломинки Не мог вспомнить слово В этом гигантском стоге сена Чтобы найти ту соломинку, которая на самом деле кажется железной иголкой И в этой проблеме именно поиска иголки в стоге сена Есть решение, которое, ну, как бы, не совсем решение, но оно может сработать Это магнит Если у вас есть магнит, то не нужно делать поиск Не нужно перебирать все соломинки Можно просто поднести магнит, и иголка вылетит из стога сена И тот вопрос, с которым задаются информатики, теоретики и люди, которые занимаются алгоритмами Есть ли похожий способ в этих сложных задачах? Есть ли способ не делать поиск, а сразу найти решение каким-то иным способом? Итак, к классу P относятся те задачи, которые мы на обычном компьютере То есть на детерминированной машине Тюринга Можем решить за полиномиальное время И к ним относятся привычные нам простые задачи Вроде умножение и деление, сортировка или поиск Многие задачи связаны с графами Те задачи, например, вроде алгоритмы DxTrade, которые мы рассматривали во второй лекции, если я не ошибаюсь К NP относятся те задачи, которые мы за полиномиальное время на таком компьютере решить пока не можем К ним относятся задачи вроде клика Нахождение вот этого самого большого, полностью соединенного под графа Задача факторизации, которая используется очень активно в криптографии Задача Коми Ваяжора или Travelling Salesman Problem Это когда у вас есть какое-то количество точек на карте, ну или на том же графе Вам нужно найти самый короткий маршрут через все эти точки Или, например, задача генерации оптимального расписания И может показаться, ну блин, мы ведь, наверное, эти расписания составляем уже тысячи лет Да, мы расписания составляем тысячи лет, но мы все еще не имеем оптимального быстрого алгоритма Расписание — это вот то, что на самом деле является расписанием Расписание в школе или расписание в университете У вас есть ограниченное количество комнат, ограниченное количество часов И вам нужно провести некоторое количество уроков или классов или лекций И нужно сделать так, чтобы было минимум конфликтов Чтобы было правильное количество времени между этими лекциями Чтобы все везде успевали и в целом все работало И, как оказывается, это очень сложная проблема До этого момента я не говорил о том, что означает NP Ну, как расшифровывается NP И очень многие путают Ну, это нормальная ошибка Если P — это полиномиал И мы к ним относим задачи, которые можно решить за полиномиальное время То NP — это... Очень хочется подумать, что это нон-полиномиал Мол, это задачи, которые за полиномиальное время решить нельзя Это не совсем верно Ну, именно то, как решили называть этот класс NP означает нон-детерминистик полиномиал Это означает, что задачи эти можно решить за полиномиальное время На недетерминированной машине Тюринга Что означает этот вопрос? Центральный вопрос информатики Является ли P равным NP Вот как можно перефразировать это P равно NP — это то же самое, что Если решение проблемы можно быстро проверить Означает ли это, что проблему можно быстро решить Это то, о чем мы говорили ранее Можно еще это перефразировать и сказать Можно ли решить задачу поиска без поиска Вот, например, ту факторизацию мы умеем искать с помощью поиска Можно ли найти такой вот волшебный магнит, который нам найдет факторы И не нужно будет перебирать все варианты Ну и другой более формальный способ перефразировать это утверждение Это если задачу можно решить за полиномиальное время На недетерминированной машине Тюринга То ее можно решить за полиномиальное время на детерминированной машине Тюринга И это не совсем вопрос Это утверждение, которое будет верным, если P равно NP Если же P не равно NP То тут вот можно, нужно будет заменить на нельзя И, соответственно, тут мы бы ответили Если P не равно NP, то мы бы сказали, что Нельзя решить задачу поиска без поиска Если P равно NP, то полный поиск необязательен Если P равно NP, это значит, есть волшебный магнит Если же P не равно NP, то полный поиск обязателен И эти задачи невозможно решить иным способом И может показаться, что это, конечно, важная задача Но почему она не решена? Почему столько умных людей так долго бьются? А так долго это... Ну, хотя в масштабах науки это совсем нисколько Буквально 30-40 лет этой проблеме Но это центральная проблема теоретической информатики И одна из главных проблем современной математики Большая часть исследователей склоняются ко второму варианту К тому, что P не равно NP За все эти годы не было найдено никаких предпосылок В сторону того, что P равно NP Видимо, P не равно NP И эти задачи фундаментально такие сложные И не получится найти более быстрого решения Проблемы равенства классов PNP Входят в так называемый список задач и тысячелетия Это семь математических задач, собранные институтом Клей И за решение каждой задачи вам полагается миллион долларов Одна из этих задач уже решена Гипотеза Пуанкера доказана И если вы слышали эту историю про российского математика Который отказался брать этот миллион То, возможно, вы слышали про гипотезу Пуанкера Остальные задачи еще не решены Но это только начало Идея в том, что их нужно решить в этом веке Ну, лучше в этом веке Но, наверное, они будут решаться Видимо, все тысячелетие Эти задачи сформулированы Собраны, извиняюсь, в самом начале 21 века В 2006, по-моему, году И с тех пор только одна Одна была доказана Если вы фанат Симпсонов или Футурамы То, возможно, вы замечали Отсылки к разным математическим проблемам Дело в том, что авторы сценария Обоих этих мультфильмов Очень часто являются математиками Один из главных сценаристов является Магистром информатики У него Мастерс в компьютер сайенс И они очень любят вставлять В свои серии Отсылки к разным математическим парадоксам Или проблемам И вот в одной из серий Симпсонов На фоне написано, что Пи равно НПи А в одной из серий Футурамы В кладовке стоят Две отдельные книги На одной написано Пи На другой написано НПи И можно подумать, что Видимо, вот в 20-м веке В 21-м веке Когда происходит действие Симпсонов Кто-то пришел к выводу Что Пи равно НПи А в Футураме через тысячу лет Смогли доказать, что Пи не равно НПи Потому что, ну, вот они находятся В разных книгах Если вам это интересно Если вам интересна эта тема То рекомендую книгу Которую я еще не дочитал Книга Саймона Синха The Simpsons and the Mathematical Secrets Видимо, Симпсоны И их математические секреты Там описаны все-все-все Вот эти отсылки Интересные математические идеи И детали Которые этот Этот чувак нашел В Симпсонах И в Футураме тоже Саймон Синг Это клевый автор И я полностью Прочитал только одну его книгу Это История теоремы Ферма Может показаться, что Это скучная математическая книга Но это правда Очень захватывающее чтиво И оно сделано не для математиков А для широкой публики Очень рекомендую И если вы Знаете канал на Ютубе Который называется Number File Про интересные математические Парадоксы Идеи Факты и так далее У них же есть Сторонний проект Который называется Computer File И в Number File И в Computer File Саймон Синг Очень часто появляется И рассказывает В том числе Про P и NP Ну что ж Давайте под конец Еще поговорим Про Подкласс NP Который называется NP Complete Или NP Полных задач Очень неочевидный Очень необычный вывод Но оказывается так Что среди этих NP задач Есть такие задачи Которым можно перевести Любую другую NP задачу И перевод этот Можно сделать За полиномиальное время Это означает Что Есть такие задачи Например Та же проблема клика Это NP Complete задача Что любую другую NP задачу NP проблему Можно сконвертировать В эту проблему клика Например Если у вас есть Быстрое решение Проблемы факторизации Это означает Что вы можете Сконвертировать Это решение И получить решение Проблемы клик И вывод из этого Очень интересный Дело в том Что Ну То же самое касается Любой NP проблемы Получается Что если вы решите Любую задачу Из Класса NP Complete Одну любую задачу То это Автоматически Решит Абсолютно все NP проблемы Которых Тысячи И все новые и новые Появляются Каждые Каждые Несколько месяцев Вся эта Самая сложная Проблема В истории Информатики Сводится к тому Что Можно решить Одну задачу И в автоматом Решите Все задачи И даже Несмотря на это Решений Все еще Все еще Нет